Покровский ворот В понедельник посетителей немного, но директор центра Жан-Франсуа Тири принимает гостей – американцев, интересующихся изданием книги. В чем-в чем, а в книжном деле сотрудники духовной библиотеки, как говорится, съели собаку. С 1993 года мы издали больше ста книг, маленькими тиражами, на самом деле 2-3 тысячи. Самый бестселлер наш – это катехизис катетической церкви. Уже почти 15 тысяч экземпляров были изданы и распространены. И мы распространяли в течение этих 14 лет почти полтора миллиона книг. Это наши издания, плюс издания, которые мы приобретаем у других католических, православных и светских издательств. Это значит приблизительно 300-400-350 книг в день. Часть этих книг мы продаем, конечно, через магазины, через церковные лавки. И сейчас также мы дарим, у нас большой благотворительный проект. Мы поддерживаем библиотеки, приходские библиотеки и также государственные библиотеки, чтобы там создавать маленький отдел религиозной литературы. Жан-Франсуа начал изучать русский у себя на родине, в Бельгии, когда надежды христиан на присутствие и работу в Советском Союзе были еще весьма слабы. Языковую практику проходил в Новосибирске, где, по его словам, и влюбился в Россию. Это мое. Для меня это было очевидно. Просто я хочу, я люблю эту страну. Можно сказать, что прежде всего, наверное, я влюбился в место, где я первый раз был, это в Новосибирске. Я там открыл действительно, ну, чудные люди, которые были такие, с широким сердцем, которые меня так приняли, хотели помогать. Которые, ну, мне действительно открыли просто Россию. И для меня тоже встреча с православной традицией, я как который, который открыл там целую глубину, которая у меня потерялась в моей собственной традиции, было также очень важно. И мне позволить просто глубже возвращать свою собственную традицию. Сегодня духовная библиотека, 24 сотрудника, книжный магазин, служба, книга почты, постоянные выставки, презентации в различных городах России, культурные встречи. Руководитель проектов Виктор Попков помнит еще времена, когда подобного центра в России быть вовсе не могло. Середина 70-х, конец 70-х годов. Жесткое отношение власти к любой религиозной активности, потому что по их представлению, всякое христианство, всякое вообще религиозное, связано только с престарелым возрастом. Должна была быть связана. Поэтому попытка осмысления собственного, скажем, существования, вообще существования страны, достаточно жестоко пристекалась. Этим занималась КГБ. Виктору Михайловичу и его друзьям в кружку христианской молодежи в 80-е годы пришлось даже посидеть в лагерях за свою активную христианскую позицию. Статьи набрали разные, от политических до бытовых. Статьи, начиная от 70-й статьи антисоветской агитации и пропаганда, до статей поделка документов, все что угодно. То есть люди получили срок, или как говорят срока, от полутора до двенадцати лет. В своем обычном состоянии за книгой отец Роману Скальфи. Человек-легенда в христианском мире. Именно он в 1957 году основал фонд христианской России. И для него и история, и предыстория духовной библиотеки. Воспоминания личные. Во время коммунизма мы поняли, что самая помощь, настоящая помощь, которую мы могли бы дать России, это послать книги, религиозные книги. Мы послали тысячи, тысячи, тысячи. Была группа людей, которые каждый день собирался, прибавляли пакеты, мы послали в Польшу. Уже полвека отец Роману неустанно показывает и католикам, и православным, что экуменизм не просто теория. Невозможен никакой экуменизм без соединения личностей, без опыта объединения живых общин. Так и у духовной библиотеки три учредителя. Фонд «Христианская Россия», московский католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич и минский православный митрополит Филарет. Так что достижения в области единения христиан имеются, и немалые. И, наверное, самая ценная книга, это книга, которую мы издали буквально позапрошлом году, это книга Папы Бенедикта XVI «Ведение в крестьянство». И мы очень дорожим тот факт, что мы издали эту книгу с предусловием митрополита Кирилла. И в этом предусловии митрополит Кирилл пишет, что он рекомендует читать эту книгу всем православным и всем людям, ищущим истины. Для нас это большая радость, потому что я думаю, что совсем новизна, что православный митрополит рекомендует всем православным читать книгу Папы. Сегодня Россия, что называется, открыта, активно строится гражданское общество, и, казалось бы, пора на покой. Но покой им только снится. Новое время бросает христианам новые вызовы. Если думать о мечте, которая у меня есть, наверное, это создавать в каждом крупном городе России, и даже не в каждом крупном, а даже в среднем городе, такой культурный центр, как у нас. То есть создавать место, где люди могут прийти, читать нормальную литературу, нормальный христианский, гуманитарную литературу. Ну, посмотрите в магазинах, вообще очень плохо, вот то, что там представлено. Это уютное место, где люди могут прийти, попить кофе, обсуждать, и куда можно делать настоящее место культуры, то есть воспитание людей. Я считаю, что это надо было бы делать, но это, конечно, не в наших силах, но, может быть, когда-нибудь начнем там, в Новосибирске, в Петербурге, в Смоленске, в Минске. Когда-нибудь будет во всех городах. Но цель, чтобы показать, что только Христос отвечает на разные вопросы. Мы против вот такой автономии, теперь говорят, что человек, потом он должен решать, это совесть, сама совесть. Без Христа мы ничего не можем делать хорошо.